сегодня довязываем мой мужской жилет начнем с горловины потом уже продолжим рукавами так и так спицы я беру круговые 2 миллиметра диаметра то есть такие же как были использованы на спинке ой на резинке заговариваю так и вот по кругу то есть ниточки у нас тоньше спицы у нас тоньше поэтому вязать мы будем туго и так петли я буду набирать не из кромочная потому что это будет очень мало а из как бы из каждого ряда видите вот у нас ряды вот из каждого ряда я буду вывязывать по петле если вы в себе не уверены что сможете горловину вязать туго то набирайте знаете как из два ряда выйдет две петли вы продеваете в каждом ряду потом одну отступаете то есть через два через одну так вот скажем но я буду вязать туго поэтому я набираю вот так вот вы же смотрите сами так вот когда мы приближаемся к центру последнюю петлю нам нужно вытащить вот как бы из центра и желательно ее пометить чтобы не потерять смотрите вот так вот чтобы она не образовывала дырку и помечаю ее маркером так вот мы ее не потеряли она у нас будет ведущий далее продолжаю я набирать петли вот вот наш мостик и по кругу до конца как бы по всему кругу набираем так смотрим сколько видите я набрала эти петли сейчас 130 у меня 138 петель в общем ориентировать на 140 петель если такой вырез значит если тонкие спицы первый ряд вяжем изнаночными петлями можно конечно же сделать вот эту ложную кетлевку для этого провязываем первый ряд изнаночными как я сейчас вернее ложную кетлевку мы сейчас делаем провязывая этот изнаночный ряд а можно сделать вот этот фальшивый фабричный край до ложный вот для этого первый ряд провязываем изнаночной а потом еще два ряда лицевыми по кругу вяжу достаточно туго но я этот фабричный край делать не буду вы же можете девчонки так вот провязала я один ряд изнаночными петлями и теперь я перехожу на резинку один на один вы же по желанию хотите сразу на резинку хотите провяжите два ряда лицевыми петлями так и подхожу я к маркеру что же делаем мы с маркером с этой ведущей петлю вот смотрите у меня здесь изнаночная теперь следующая должна быть лицевой но мне нужно сделать сокращение здесь по центру и вот эта петля будет ведущая то есть я ее меняю с первыми местами первую ставлю сзади а эту поверх первой и провязываю 3 петли вместе лицевой вот далее после этой петли смотрим у нас было изнаночная значит здесь не нужно также изнаночная там только первый ряд когда вы только в первом ряду когда вы разделяете вот резинку определяете далее это просто вяжите по узору и вот эти три вместе вы вяжете через ряд вот я сейчас ряд провяжу потом следующий ряд провяжу без изменений и аж через ряд я сделаю снова три вместе вот так вот провяжу и вот эта петля у меня будет как бы ведущая я ее поставлю сюда и провяжу три вместе то есть сокращение мы делаем через ряд и так вот и у меня вот смотрите как бы до нужного мне мне как я себе решила состояние 11 рядов я вам измерю сколько это в сантиметрах вот что хочу сказать три с половиной сантиметра и вот сейчас я буду петли закрывать вот еще провязала точно такое же количество на рукаве вот здесь никаких сокращение я просто провязала я еще этот рукавчик вам покажу просто провязала для того чтобы сопоставить визуально представить вот закрывать буду по узору петли таким вот образом что хотела еще девчонки сказать что все таки набирайте через одну как я вам говорила то есть 12 каждом ряду потом один пропускаете два две петли из каждого ряда и один пропускаете потому что действительно очень много петель так что даже на тонкие спицы много петель но я уже не стала переделывать оставила так и так для закрывания как бы по узору мы петли провязываем по узору вот смотрите и продеваем первую петлю через вторую вернее вторую через первую вот смотрим изнаночная мы ее вот так вот продеваем через первую петлю здесь у нас по узору лицевая мы ее продеваем изнаночная продеваем то есть у нас потом краешек получится как бы тоже такими вот законченный как бы вот и вот таким вот образом я закрываю эти все петли вот и покажу вам кто умеет иглой вот этот фабричный край сделать то будет вообще бомба ракета но я почему-то то ли мне очки нужны новые я последнее время посильнее очки последнее время очень плохо вижу вот такие вот мелкие детали мелочок вот такой знаете я по большому счету делаю на ощупь вот для меня это так такой факт неприятный вы знаете что папа падает все таки зрение ничего они все вот поэтому вот такие с иголочкой я не очень могу сейчас себе позволить вот таким вот образом я закрываю все по кругу и потом будем делать так вот здесь вот когда остается последняя петля я это все кто крючком кто как а я люблю я закрыла эти петли я люблю это все дело делать иглой как бы заканчивать продевать эту нить вот последняя петля наша я вот таким вот образом цепляю как бы за первую петлю закат которой начинала закрывать делаем такие вот пару стежков все и больше здесь ничего не видно ну то есть перехода вот этого не видно а нить вывожу наизнанку вот так вот сюда не обрезаю сразу потому что она может искачать и торчать зачем нам это вот сюда вывожу вот и здесь вот уже обрезаем сейчас набираем по пройме вот я же еще раз говорю что одну я уже связала уже показывать не буду начинаю я набирать отсюда по кругу и здесь заканчиваю количество петель у меня на пройме у меня 150 петель хотя хотя повторюсь девчонки сейчас я вот эти петли закрою а с вами не говорю об этой пройме я уже что то устала уже с этим жлепом в общем сейчас я набираю точно такой же вы считаете потому что чтобы потом набрать одинаковое количество но опять же повторюсь пожалуйста набирайте меньше петель потому что очень много я просто компенсировала это тем что вязала очень туго но вы чтобы вы не напрягались наберите через ряд как я вам показала вот то есть это на одну треть будет петель меньше не 150 не 150 а 100 где-то примерно но вы можете вязать позволить себе вязать не так туго в общем пробуйте вот сейчас я свои 150 набираю по второй пройме и вяжу 11 рядов у меня по 11 везде ну и понятное дело что нужно обработать это все так вот мы пройма девчонки обвязана я уже вам показываю там уже и нечего было показывать вот но чем дальше тем больше я удостоверилась в мнении что надо набирать все таки через ряд не спасают не тонкие спицы не туго вязаная надо поменьше вот так что меньше набирайте однозначно меньше девчонки ну то что я говорила видео да вы поняли о чем я вот ну в принципе все ну в принципе и все и больше мне вам нечего сказать я думаю все вам понятно если что спрашивайте в комментариях постараюсь всем ответить вот такая жилетка ну а на сегодня все девчонки с вами была Вика и школа рукоделия всем пока пока